Российский президент вышел в люди. Диктатор Владимир Путин прибыл в столицу Армении для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Визит российского фюрера в страну вызвал недовольство. Накануне приезда Путина в Ереване прошли акции протеста. Участники акции выступали против визита российского диктатора в Ереван и за выход Армении из организации договора о коллективной безопасности. Причина моего участия в акции – политика России на протяжении последних 300 лет. Эта политика приносит Армении только боль, территориальные потери и смерть. Последняя 44-дневная война открыто показала, что из себя представляет Путин и его режим. В сентябре во время военных столкновений с Азербайджаном Армения не получила поддержки ни от ОДКБ, ни от России, которая должна в первую очередь предоставить свою помощь. Армения, член ОДКБ, как раз спросила Путина о военной поддержке, то вот как раз импотентность этой организации проявилась в том, что Кремль не смог помочь своему союзнику. Не смог почему? Потому что есть противовес с Турцией, да, и Путин пытается наладить диалог с Ардаганом, который является последним для него мостиком в цивилизованном мире. Митинг против российского диктатора и ОДКБ также прошел и в день саммита на площади в центре Еревана. Несмотря на все это, встреча в Армении состоялась согласно графика. Ранее в Ереван прибыл и глава МИД России Сергей Лавров, который сумел сразу же отметиться. Что же обсуждали правители государств в большой мере под секретом? Ведь работу саммита члены ОДКБ начали в узком кругу без лишних ушей и глаз. Коллеги, предлагаю сразу перейти к вопросам повестки по существу и обсудить формат нашей сессии. Будут возражения, если мы начнем обсуждение в узком составе, а затем продолжим в расширении. Есть какие-то замечания по этому поводу? Это уже фактически традиция для нас. Если так, хорошо, да. Попросим наших коллег-журналистов перейти в зал пленарного заседания. В узком составе главы государств заседали около трех часов, пишут местные журналисты. После выступили публично. Все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит, видимо, практическую отдачу. Помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран. На сегодня Путин пытается продемонстрировать, что он еще что-то решает в мире, что еще есть лидеры политические, которые его слушают. И собрал вокруг себя вот несколько представителей стран постсоветского пространства, которые в той или иной мере, в первую очередь экономически, зависят от России. Но на самом деле вот это объединение, оно не играет никакой роли. Российский президент, конечно же, в своей речи не мог не вспомнить о якобы великом потенциале. Ширяется военно-техническое сотрудничество между государственными членами нашей организации. В деятельности на этом направлении энергично участвует созданная по инициативе России Межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ. Это можно назвать бутафорией, потому что никакого военно-технического потенциала сегодня ни в России, ни в странах ОДКБ не существует. Прямым подтверждением этих слов является то, что Россия расконсервирует танки 50-60-х годов для того, чтобы вводить на них малоподготовленных, мобилизированных представителей Российской Федерации и отправить в бой в Украину. Поэтому о какой модернизации может идти речь? Все это громкие заявления в СМИ для поддержания образа большого диктатора. Как говорится, обо всем да ни о чем. Как обычно, именно таким было публичное выступление Путина. Что же касается Украины, то российский диктатор был очень осторожен. Он добавил, что донесет до лидеров других стран информацию о ситуации в Украине. Но предложил обсудить это и другие проблемы в закрытом режиме без камер. Как раз в это время Россия снова массировано обстреляла украинские территории. Но несмотря на это, украинцы не падают духом и знают, что победа близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин